Ржев минувшую субботу отметил свой день рождения. Городу воинской славы исполнилось 804 года. Совсем скоро ржеветян ждет еще один большой праздник – открытие мемориала советскому солдату. Это будет событие международного значения. Жители муниципалитета уже начали принимать поздравления от политиков и деятелей культуры федерального уровня. Ржев – один из древнейших населенных пунктов Тверской земли. Первые упоминания о нем датируются серединой XII века. С самого начала за город вели борьбу все окрестные княжества – Тверь, Москва, Смоленск, Торопец, Новгород, Литва. Во время смуты Ржев достойно сопротивлялся польскому нашествию. Великая Отечественная война вписала новую страницу в его героическую историю. Больше года советские войска вели кровопролитные бои за этот город, который был важным плацдармом для немцев. С освобождением Ржева в марте 1943 года Иосифа Сталина лично поздравил Уинстон Черчилль. Думаю, не случайно в один из переломных моментов войны верховный главнокомандующий приехал именно сюда, на Ржевскую землю, и подписал исторический приказ о проведении первого победного салюта в честь освобождения советских городов. Сегодня музей в деревне Хорошего хранит память об этих событиях и по праву является филиалом музея победы. 30 июня на Ржевской земле появится еще один памятник международного уровня и возведенный соответствующим размахом. Это мемориал советскому солдату. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит под Ржевом». 25-метровую бронзовую статую советского солдата весом более 80 тонн установили на 10-метровом восьмигранном холме. В павильонах музея у мемориала будут демонстрироваться фотографии, кадры войны-хроники, связанные с операцией Марс, Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. С предстоящим событием Ржевитян поздравил секретарь союзного государства Григорий Рапота. Ведь мемориал является совместным проектом России и Белоруссии. Знаю, с каким волнением многие из вас приняли известие о том, что таким образом будут прославлены мужество и жертвенность сотен тысяч бойцов и командиров, воевавших на Тверской земле. Особенно важно, что эту инициативу одобрили и благословили ветераны, не раз выезжавшие на место возведения монумента. Солдатский подвиг навсегда обессмертил Ржев в мировой истории, в памяти благодарных потомков. Важно, что мемориал построен на деньги союзного государства, объединяющего Белорусь и Россию, и народные пожертвования. В торжественной церемонии открытия планируется участие президентов России и Белоруссии. Поэтому смело можно сказать, что в истории Ржевской земли открывается новая страница. Это в своем поздравлении отметил и губернатор Игорь Руденя. На протяжении столетий Ржев, город-воин, всегда стоял на защите нашей Родины. Мы никогда не забудем о Ржевской битве и ее важной роли в достижении Великой Победы. Символом нашей памяти станет величественный мемориал советскому солдату, воздвигнутый рядом с городом воинской славы, отмечено в приветствии главы Тверской области. Продолжение следует...